До конца учебного года осталось чуть больше месяца. Наступят летние каникулы и большую часть времени дети будут проводить на улице. Что необходимо сделать, чтобы их отдых был безопасным, а также какая профилактическая работа по предупреждению детского травматизма и безназорности проводится сегодня в школах, обсудили на краевом совещании. В работе совещания приняли участие представители профильных министерств региона, транспортной полиции по Южному федеральному округу, краевого управления ГИБДД. Заседание проходило в режиме видеоселектора. В муниципалитетах на связи с краевой столицей были руководители районов, специалисты системы образования, правоохранители и представители казачества. Как было отмечено на совещании, на сегодняшний день одной из наиболее острых проблем является детский дорожный травматизм. За два месяца текущего года на дорогах Кубани произошло около 70 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В нашем районе их произошло 6. 6 детей в возрасте до 16 лет получили травмы различной степени тяжести. С целью профилактики дорожного травматизма в школах города и района проводятся уроки дорожной безопасности. На родительских собраниях присутствуют сотрудники госавтоинспекции. Кроме этого проводятся всевозможные акции. Сотрудники дорожно-патрульной службы и сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, акции, компании, направленные на снижение уровня аварийности с участием детей. Это такие, как ребенок главный пассажир, засветись, юный пешеход. На сегодняшний день, в период с 16 апреля по 16 мая проводится краевой месячник детской дорожной безопасности детей-пешеходов. В этот период мы посетим все школы, проведем уроки с учащимися, на которых напомним, как переходить в проезжую часть, как вести себя несовершеннолетним на дороге. Кроме дорожной безопасности, обсудили на совещании и вопросы детской безнадзорности, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также травматизм на железнодорожных путях. В нашем районе последний вопрос наиболее остро стоит для учащихся третьей школы. Больше половины школьников, чтобы попасть в учебное заведение, необходимо пересекать железнодорожное полотно, что небезопасно для жизни и здоровья детей. Эта проблема была решена с помощью районной власти. Переход через железнодорожные пути категорически запрещен, а иногда наши дети это себе позволяют. Глава района решил вопрос и с ноября месяца у нас ведется подвоз детей с микрорайона улиц Пушкина, Южная, Средняя, то есть находящимися за железнодорожным переездом. С нами работают специалисты крымской дистанции пути. Они привозят свои иллюстрационные материалы, показывают детям видео, фильмы. Цель одна – безопасность наших детей. И я думаю, что мы уже сейчас, на сегодняшний день, сделали многое, чтобы таких прецедентов не случалось, чтобы травматизма на железнодороге не было. Также в ходе совещания обсудили деятельность центров занятости по вопросам трудоустройства ранее судимых жителей края. В регионе для данной категории граждан предусматриваются гарантированные рабочие места согласно квотам. Так, в прошлом году в службу занятости правоохранительными органами было направлено более 2,5 тысяч человек. В рамках совещания были обозначены мероприятия, направленные на решение проблем в организации совместной работы правоохранителей и муниципалитетов по обеспечению социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».